Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передача «Честно говоря». Экономическое и социальное положение в республике Армения, агрессорская политика официального Еревана, а также пути урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом мы поговорим с известным армянским правозащитником Вааном Мартиросяном. Здравствуйте! Добро пожаловать в Баку! Здравствуйте! Спасибо! Вы не в первый раз находитесь в Баку. В сентябре 2015 года вы приезжали в Азербайджан и просили политическое убежище. Ныне вы проживаете в Украине в статусе политического эмигранта. Что стало причиной этому? Почему вы были вынуждены покинуть Армению? Причиной этому стала моя оппозиционная деятельность. В частности, апогея всего этого, то есть того, как власти, поправлю себя, нелегитимные власти Армении борются с оппозиционными деятелями, которых не могут контролировать. Вот апогеей всей моей деятельности стало избиение, то есть их ответом и нападение на меня и на мою семью в моем собственном доме со стороны депутата от РПА, правящая партия под председательством Сержа Сашкисяна и другом Сержа Сашкисяна, криминальным, одним из известных криминальных элементов в Армении, Магараб Сатаракяна, его охраной. Вследствие чего моя жена потеряла ребенка, я был жестокий избит, как позже уже в Паку оказалось, были переломы, сотрясения и так далее. После того, как я не пошел на мировую с ними, на меня в принципе власти пошли тем уже испытанным методом, с которым они справлялись с моими коллегами по оппозиции, которая сейчас находится в тюрьме, а именно на меня начали заводить фальсифицированные уголовные дела. Ну и опасаясь ареста, я сначала переехал в Грузию, а потом с помощью моих коллег-МПОшников в Азербайджане я приехал сюда. А почему именно в Азербайджан, учитывая, что в армянском обществе военной хунтой насажден образ врага в лице Азербайджана? Во-первых, я всегда был далеким и представителем моей семьи, в моей семье мы были далеки от таких предрассудков и не были склонны лично я к зомбированию. Кроме того, я до этого встречался в рамках каких-то правозащитных или других мероприятий с азербайджанцем, и я понимал, что это далеко не тот образ, не тот народ, который пытаются навязать, вот как в городе военная хунта. И во-вторых, основной причиной этого являлось то, что я трезво понимал, что если я уеду в Европу, я стану очередным политэмигрантом, который пытается бороться с режимом посредством социальных сетей. А это результата не дает, как мы знаем. А Азербайджан, никто, вот я понимал это, никто лучше азербайджанских СМИ не был заинтересован и не заинтересован сейчас в том, чтобы выдать всему миру, мировой общественности, всю правду о преступлениях, творимых в моей стране, творимых людьми, оккупантами, мы их называем оккупантами, которые оккупировали сначала Карабах, а сейчас и всю Армению. Но, однако, армянские журналисты писали о том, что вы в Азербайджане говорили исключительно под давлением. Так ли это? Про меня писали не только под давлением. Про меня писали, что сначала нашли какую-то бумагу. Задним числом меня записали в психиатрическую больницу. То есть, а потом говорили, что мне тут колят какие-то препараты. Кроме вашей, ну, прекрасной кухни, если это можно назвать препаратами, и, пожалуй, виски и других препаратов, мне никто тут не колол, я не пользовался другими препаратами. То есть, мы прошли весь путь, вот этот, который был свойственен Советской КГБ в борьбе с иномислящими, да, сумасшедшие и так далее. То же самое было в советские времена со всеми диссидентами. И плюс армянская пресса, сто процентов, я могу утверждать, пресса, даже самая якобы оппозиционная армянская газета или СМИ контролируется режимом. Это называется модель Берлускони. Иногда они очень заигрываются в этом деле. Но, в принципе, это, как говорится, с таким языком канайт. Вот. Народ ведется на это. Известно, что после вашего приезда в Баку на вас ополчились многие ваши соотечественники. А есть ли в Армении те, кто поддерживает вашу борьбу с режимом с Арксяном? Конечно, есть. И это с каждым, ну, я же год чем-то занимался, год прошел уже, даже больше года. Больше. Вот. И мне очень приятно, что ряды этих людей пополняются. Это не только бывшие члены моего движения. Это люди, которые вот как-то избавляются от этого миража, от этой блажи в лице, то есть вот этого тотального зомбирования. И вдруг трезво смотрит, а, собственно, кого он предал, может, разум, что он сделал. Он сказал, что армянский народ плохой. Он выдал какую-то военную тайну. Нет, он просто донес миру то, что никто не может донести там, сидя в Армении. Как сегодня живут граждане Армении, учитывая экономическое положение в республике? За чертой нищеты, за чертой бедности. Там вот есть такой роман армянский писатель написал, называется «Вопрос хлеба». Она о том, что каждый день семья про семью, которая решает вопрос хлеба. Вот там этот вопрос хлеба. Люди каждый день решают единственный вопрос, чтобы поесть. А они понимают, почему так произошло? Они, конечно, понимают. Большинство понимает. Что говорят? А что говорят? Пытаются как-то бороться с этим. Однако, вот та же самая модель Берлускони, контролируемая оппозиция, не дает им этого делать. Они открыто обвиняют кого-то? Народ? Да. Открыто, конечно, обвиняют. Вы видели, что творилось в Вереване этим летом, какие звучали. Это говорит о том, что режим уже в цейтноте, понимаете. Когда люди берут оружие, люди берут в руки оружие и требуют, и народ встает, и требует, поддерживает тех, кто берет в руки оружие, это уже начало конца, очень близкого конца. Говоря о событиях, которые произошли летом, многие говорили, что это всего-навсего инсценировка. Нет, это не инсценировка. Я лично знал многих из этих ребят, которые зашли в полк. Я лично был знаком и с Жирайром Сефилианом. Я об этом говорил по одному из ваших телеканалов еще с Украины. Жирайр Сефилиан – это один из редких, если не говорить единственный, можно сказать, неконтролируемый оппозиционер. И поэтому реакция режима на него такая. Что на самом деле происходило во время этих событий? Что происходило? Группа повстанцев, группа патриотов своей страны была доведена до такого состояния, что они просто не видели другого выхода, других методов борьбы, нежели брать в руки оружие и зайти захватить, скажем, один из тех очагов, это был полк ППС, один из тех очагов зла, которых порадил режим. А что в армянском обществе говорят о Нагорно-Карабахском конфликте? Они понимают, сколько бед им принесла оккупация чужих земель? Конечно, они это понимают, они это понимали и до этого, только это была малая часть. Потому что сейчас, за последний год-полтора, особенно этим летом, звучали уже с трибун открытые анти-карабахские лозунги, что идите в Карабах, давайте мы вернем карабахцев, вернем Карабах. Эта тенденция все более усиливается, это мне нравится. То есть народ понимает, что эти земли, пустующие земли, которые стоят, гниют, там ничего кроме наркоторговли экс-премьера не процветает, Овика Абрамена, его плантацией. И поддерживая, защищая эти пустые земли, гибнут мальчишки, гибнут их же дети, гибнут их братья, их сестры, их братья, их сыновья. И народ понимает это. Можете посмотреть, вы сказали, можете посмотреть публикации в Фейсбуке в социальных сетях. Вот недавно я увидел, как одна очень известная публицистка написала такое, что солдат спрашивает, и это реальный случай, звонит матери и спрашивает, говорит, мама, а кого мы защищаем? Там нет врагов, враги в тылу, которые бьют вас, отбирают у вас хлеб. Может нам повернутся автоматы туда? После апрельской эскалации в зоне конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ переговорный процесс между Баку и Ереваном активизировался. Наверняка вы следите за событиями. Как вы считаете, армянская сторона сегодня готова к компромиссу? Армянская сторона, если вы имеете в виду армянский народ, туда, если вы имеете в виду нелегитимные армянские власти, то нет, они никогда на это не пойдут. Все их заявления якобы о готовности к какому-то компромиссу, это блажь, потому что они трезво понимают, что в тот момент, когда разрешится Карабахский конфликт, им придет конец. Этому режиму придет конец, потому что этот режим, он появился благодаря Карабахскому конфликту, он есть благодаря Карабахскому конфликту. И пока есть Карабахский конфликт, пока они в силах поддерживать Карабахский конфликт, именно конфликт, они будут сидеть там. Если они этого не смогут, то, стало быть, есть два варианта. Либо приведут на место них других людей, которые будут поддерживать, либо конфликт разрешится, и они уйдут в небытие. А каким вы видите решение на горно-карабахского конфликта? — Вот недавно ваш президент Ильхам Алиев впервые за 25 лет, 20 лет переговорочного процесса предложил конкретный вариант всего этого, назвав при этом слово «компромисс», обещав при этом предоставить на горно-карабаху самый высокий статус, который возможен в данном случае. В Армении, к сожалению, все это было преподнесено народу, обычному народу, искаженно лживо или раскрывалось. В принципе, те, которые... Вот я следил посредством социальных сетей или сам говорил с людьми. Те, которые все-таки поняли, что это было за месяч, они тоже за это решение, и я тоже за это решение. Другого пути нет. Другой путь — это война. Понимаете? Войны никто не хочет. Официальный Баку гарантирует безопасность армян в Азербайджане. А есть ли сегодня азербайджанцы в Армении? И если есть, то какие условия там созданы для национальных меньшинств? В Армении, во-первых, почти нет национальных меньшинств, потому что Армения превратилась в моноэтническое государство. Не потому что там процветает фашизм, а потому что другие народы там понимают, что если армяне оттуда бегут, что им там делать, во-первых. Во-вторых, на днях я был опять в армянской церкви, в Баку. Общался с армянинами, которые там работают, говорят по-армянски. Видел, как они хранят и как работают в армянской библиотеке, в котором хранятся уникальнейшие экспонаты, которых нет даже в Армении. Мы ездили, вот тут тоже недавно ездили в город Сумгайц, встречались с армянами, которые живут там. Для них созданы, да, все условия. И то, что 38 тысяч армян официально проживают здесь, это не просто слова или какая-то цифра на бумажке. То есть для галочки, да, действительно это есть. В Армении азербайджанцы есть, конечно же, есть, потому что полмиллиона шло там. Это в основном женщины, их очень мало, и которые, скажем, вышли замуж за армянина и остались там. Они вынуждены скрывать свое происхождение. Если же там, они, я знаю, будут вынуждены менять города, чтобы соседи знают, что сто лет... Меняют фамилии и так далее. Нет, никаких условий для них нет. Они вынуждены скрываться. Это не зло армянского народа, понимаете? Это зло кепельсовской агитации, которой придерживается режим. Я не представляю себе в Армении, это для меня из области научной фантастики какой-то, чтобы в Армении была мечеть азербайджанская, в нем еще хранились какие-то старинные рукописи азербайджанские, и там работали азербайджанцы, или вот было телевидение на азербайджанском языке. Нет. Вы прекрасно знаете, в каком состоянии находятся азербайджанские мечети, памятники, даже кладбище в Армении. У меня сам бывал там, я и в Агдаме был, и на меня ряд поднимался, и в Шуше был. Я знаю, конечно, знаю. Тем не менее, экс-президент Роберт Кочарян говорил такие известные слова, что азербайджанцы и армяне генетически несовместимы. Что вы думаете об этом заявлении? Я думаю, что это генетически несовместимый. А как он жил всю жизнь в Азербайджане? Генетически несовместимый такой. Я думаю, что это можно утверждать, 90% трезвомыслящих людей может утверждать обратное, что мы именно генетически совместимы. Чтобы убедиться в этом, даже не надо сюда ехать. Чтобы убедиться в этом, просто надо выехать из Армении в Грузию, в Россию, в Украину, в любую другую страну. И вы увидите, что самая крепкая дружба, я это вижу каждый день, когда живу, скажем, в Украине или где-то, в какую-то другую страну еду. Самая крепкая дружба есть именно между армянами и азербайджанцами. Эта дружба была в Советском Союзе, и самая крепкая дружба. И эта дружба есть сейчас, просто там есть это. Понимаете, он это словосочетание, не знаю, откуда научился такой ерунде, и сказал, ляпнул такое. А мы сейчас его цитируем. Не надо его вспоминать. В Армении, как мы помним, проживали больше 250 тысяч азербайджанцев. Как обстояло дело с их правами на культурную автономию? В советские времена в Ереване, в центре Еревана, существовал и процветал государственный драматический театр Азербайджана. Было 30 с лишним школ, азербайджанских школ. Ваши артисты заполняли у нас стадионы. Никаких проблем не было. То есть, не было даже проблем в том, чтобы азербайджанцы жили компактно, или как-то... Вот в каждом доме, я знаю, были и азербайджанцы, и армяне, и в Ереване, и в других городах. Даже тогда, я знаю, что тогда даже смешно было говорить о том, что могут быть какие-то проблемы. Эти проблемы... Вот я опять, я недавно его цитировал, это мне очень просто понравилась его формулировка Армена Бориса Чичигарханяна. Он очень правильно сказал. Он сказал, что в нас внесли какую-то бациллу. Мое мнение, что армяне оказались слабыми, потому что повелись на эту провокацию, азербайджанцы не были готовы к этому. И, к сожалению, все закончилось, даже не все закончилось кровопролитием, трагедиями, как Ходжалы. Войной. И поддерживается по сей день. После Азербайджана вы, как известно, уехали в Украину. Как там обстояло дело с вашей безопасностью? Там очень сильная армянская диаспора. Я знаю. Там очень сильная армянская диаспора. Я знал это, но если бы я чего-то боялся, я вообще в Азербайджан бы не приехал в прошлом году. Это первое. Второе. Там армянская диаспора сильная, но она официальная диаспора, она просто арксиановская. Однако есть армяне, вполне адекватные, вполне нормальные армяне, которые узнали, с которыми я там дружу, а я азербайджанцы тоже. Было одно покушение, наверное, вы знаете, ну, повеселились немного, что пытались убить, не получилось. Постреляли, зато я пострелял, давно не стрелял. Вот, собственно. А так, в принципе, безопасность. Я как-то даже не задумывался об этом, что ли. Ваша мать по-прежнему находится в Ереване? Да. Как сегодня ее здоровье? Мы помним, что на нее совершалось покушение. Да, на нее совершалось покушение. В прошлом году это был месседж мне. Руки до меня не доходили, когда я был здесь. Вот, власть тогда показала, Саш Ксяновский режим тогда показал свою сущность, сбив мою маму, чтобы мне что-то доказать. Сейчас у нее, слава богу, все хорошо, потому что благодаря и вашим правозащитникам, и моим знакомым правозащитникам в других странах очень резко был поднят шум вокруг этого инцидента. И сейчас, я даже знаю, так следят, чтобы ничего не произошло, потому что если даже случайно что-то произойдет, все будут думать, что это опять-таки послание мне или месть мне. Теперь, покинув Баку, о чем самым главным вы расскажете своим соотечественникам, друзьям, семье? Вы знаете, наверное, я работаю в одном СМИ азербайджанском, ну, скажем так, числюсь спецкором, и все, все, что я здесь увидел, вы, наверное, скоро сможете прочесть и мое послание в отдельном, может быть, состоящем из нескольких частей статье, потому что вот этот мой приезд, я один приехал без семьи, и смог, скажем так, времени свободного было больше, и целей было больше, то есть в прошлом году я приехал сюда, я ничего не знал, а сейчас в этом году я приехал сюда, и кроме мероприятий, в котором принял участие, я знал конкретные цели, что мне надо видеть, куда мне надо идти, с кем говорить, что и положительных даже, как вам сказать, КПД вот этого моего приезда, он будет намного выше, чем почти полгода, до шестимесячного проживания прошлого МФПК. Вы об этом узнаете очень скоро, я думаю. Спасибо вам, что согласились ответить на наши вопросы. Спасибо за приглашение. Я напомню об армяно-азербайджанском, Нагорно-Карабахском конфликте, социальном и экономическом положении в республике Армения, а также об агрессорской политике официального Еревана мы говорили с известным армянским правозащитником Ваном Мартиросяном. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин